Ну и там заключение примеры. То есть у нас в России таких проектов нету, именно обмена данных по надежности, а в мире есть много чем проектов, ну штук 5-6 как минимум, которые позволяют именно использовать чужие данные, грубо говоря, для планирования своих ремонтов на своем оборудовании. Здесь, что я советую копировать и изучать, сам принцип. Проект называется в данном случае Ареда, то есть здесь переведено офшор, аншор и лобилити дата. То есть по сути это проект обмена данными по надежности. 8 компаний нефтеперерабатывающих, мировых, видно, да, их договорились, что они будут собирать данные по отказам обдония, по ремонтам, по ресурсам на ремонт, с использованием этих структурированных данных в классный стандарт. Ну и, собственно, это делают уже с 1985 года. То есть есть общая база, в которой хранятся вот эта вот информация по дефектам, отказам и ремонтным мероприятиям 8 крупных нефтеперерабатывающих компаний. Ну, здесь на английском, поскольку эти данные действительно не актуальны для них, для американских компаний, но здесь примечательна именно та форма, в которой эти данные можно получить. Ну, здесь пустая форма, здесь заполненная. То есть в данном случае это форма и данные по компрессорам. Соответственно, здесь видно параметры, то есть именно общее время и среднее время работы, время наработки на отказ, вот этого, да, компрессоров. И самое главное, что здесь наша любимая тема, приведены среднее время восстановления. То есть именно сколько времени уходит на устранение ненормальных показателей приборов киповских с точки зрения восстановления этих отказов на компрессорах. Видно, что в среднем 16,5 человека часов минимум. 16, максимум 17. То есть именно указано, сколько в среднем выполняется данная операция по устранению ненормальных киповских показаний на данном типе компрессоров. Ну, в чем преимущество этого подхода, по крайней мере в этом проекте, по всем типам оборудования можно получить такую статистику в виде мануалов, ну, справочников. Ну, соответственно, поскольку данные есть и они, так сказать, определены некими правилами, опять-таки здесь пример идет реализации подхода к сбору данных в некой информационной системе. Ну, кто знает эти интерфейсы, он узнает о нем в этом интерфейсе САП. Здесь, по сути, идет рассказ, как в информационной системе САП реализована поддержка этого стандарта, то есть как в системе собираются данные по надежности и как они используются для планирования. Ну, это просто некий наш рассказ о том, как эти данные можно собирать и обмениваться. Есть еще решения разных вендоров, в том числе САП сейчас продвигает такую концепцию. Это сеть, ну, по сути, опять-таки облако, в котором хранятся данные по моделям оборудования, по типовым инструкциям, техкартам, типовым неисправностям в виде облака, которая, соответственно, связана с вашей информационной системой, и можно оттуда таскать данные по оборудованию, грубо говоря. Система единая, то есть она не принадлежит САП, как бы общая, корпоративная. Система единая, то есть она не принадлежит САП. Система единая, то есть она не принадлежит САП.